Документ управления 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 Оборудование изношено на 55%. Смотрю, куда деньги деваются. Деньги в основу присваивают олигархи. За прошлый год она увеличила свои доходы на 100 миллиардов, а за все эти годы выкачила из страны 61 триллион рублей. Это 1 триллион долларов. Смотрю, что правительство будет вкладывать в модернизацию и развитие экономики. 0,15% от этой сумасшедшей суммы, которую выгнали из страны и которую, по сути дела, украли у народа. С этим не только нельзя согласиться. Это возмутительно. Берем ЖКХ. Все говорят плохо. Был проект президента. Поработали. Немножко сократилось. Смотрим на ближайшие три года. В семь раз увеличилось за это время, за последнее время, объем ветхого аварийного жилья. И в результате эта строчка сокращается почти на три. Смотрим, говорят, социальные программы, надо вкладывать человека в новые технологии. Ну, на словах это все правильно. Надо выходить на мировые темпы развития, как говорил президент посланий. Но для того, чтобы выходить на мировые темпы, надо прежде всего готовить кадры, учить людей и вкладывать в мозги, в подготовку людей. Ничего похожего. Почти все статьи обрубаются и урезаются. Меня больше всего поразила культура на одну треть, вместе с инфляцией, если считать. А спорты, подготовка спорта и молодежи, вроде бы идем к чемпионату мира, футбол, на 62%. Вообще просто издеваются над страной и над здравым смыслом. Все говорят, много хлеба получили. Вообще-то надо посчитать поточнее, потому что ни в одной стране мира служба, которая считает, не отдана министерству. Даже принята специальная резолюция ООН, в соответствии с которой нельзя отдавать учет на откуп тех, кто сам руководит ведомством. Везде это подчиняется или первому лицу, или руководит целым правительством. Отдали министерству, вот они считают, 132 миллиона хлеба получили. А в результате подсадили цену. У нас есть хорошее народное предприятие, звоню Богачеву, одно из лучших хозяйств на Ставрополе. Он говорит, только за один месяц, в результате того, что цена провалилась на зерно продовольственное почти на 2 тысячи, и на фуражное настолько, потерял 100 миллионов рублей. Вроде и хлеб есть, а дохода нет. Смотрю по прилавкам, ни в одном регионе, даже те получили по 10-12 миллионов тонн хлеба, ни в одном регионе ни одна баранка и булка не подешевела ни на копейки. Тогда каким образом? Значит, обслуживаем перекупщиков, которые перекупают задарма, выводят за кордон, а свою скотину почти всю порезали. Было 55 миллионов крупного рожатого скота, урезали почти в три раза. Поэтому можно что угодно болтать о больших урожаях, но если человек не чувствует это на своем столе, а крестьянин не понимает, что он за счет своего урожая получит дополнительный доход, тем самым обеспечит покупку новой техники, подготовится к зиме, заложит новый урожай. Короче говоря, в целом бюджетная политика ползет по старым гайдаровско-чубайсовским рельсам. От нее не пахнет ни модернизацией, ни прорывом будущего. Я не знаю, почему президент не реагирует на эту беспомощность, эту импотенцию финансово-экономического блока правительства. Я был на форуме «Россия зовет». Называли вроде оптимистичные цифры. Но когда смотришь на бюджет на ближайшие три года, никакого оптимизма он не внушает. И внушать не может. Развитие начинается с 22 триллионов рублей бюджета при нынешней ситуации. Лучше 25. Мы подготовили целый пакет законов, которые позволяют решить эту проблему, накопить средства. Даже если бы пропорции доходов, расходов и валов продукта сохранились с 2011 года, в бюджете дополнительно уже бы сейчас было минимум 6 триллионов рублей. А если бы приняли наше предложение по национализации минеральной сырьевой базы, по прогрессивной шкале налогов, ситуация была бы принципиально иной. По-прежнему бюджет обслуживает богатых и унижает всех остальных. 36 месяцев подряд страна 9 из 10 продолжают нищать. Ни на одну копейку никому из них ничего не прибавилось. И если вы посмотрите раздел социальной политики, то он как раз свидетельствует, ни бедным детям, ни многодетным семьям, ни талантливым детям, ни старикам, ни детям войны, никакой там прибавки нет. Одни дополнительные расходы. Есть еще для нас святая статья «Дети, старики и женщины». Ну, надеемся, что наше предложение по детям Донбасса пройдет. Оно внесено в постановление. Надеемся, что поддержат онкологический центр. Мы создали прекрасную детскую лечебницу в главном онкологическом центре, но второй год она стоит без оборудования. Надеемся, что поддержат все-таки детей войны, которые влачат жалкое существование. Поддержат наш закон о молоке, о школьном молоке. На него всего нужно около 15 миллиардов. Но в целом, в целом, этот бюджет не свидетельствует о развитии, а свидетельствует о беспомощности нашего правительства. Правительство это не справляется с поставленными задачами. И впереди нас ждут еще больше испытаний. Кризис в мире продолжается, санкции усиливаются. Сегодня обнародован новый пакет этих санкций. Нам надо думать действительно о развитии. Но развитие, еще раз подчеркиваю, начинается с бюджета 22 триллиона рублей, а не 16, как сформирован сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова